Доброго времени всем суток я обещал видео заснять по вопросам то что что случилось у нас на фирме почему я там теперь и не работаю в этом работу потерял проблема была несколько было проблем в прошлом году повысили у нас не повысили или маут оплату дорог грузовикам по федеральным дорогам раньше было у нас только мы платили за за автобаны с прошлого года с июля месяца вели за надо было везти ну они вели оплату за федералки с января месяца у нас еще повысили оплату за федеральные дороги и за автобаны на 30-40 процентов раньше машины неделю проезжали хорошо мы ездили там 300 километров 3 тысячи километров мы проезжали 3 200 мы платили там 300 евро в этом году уже началось больше 500 евро около 500 евро что такое было за один день за неделю 5 машин с прошлого года шеф посчитал соляка подорожала потом подорожала нам надо все равно же платить зарплаты как-никак еще были у нас такие специалисты короче которые за 6 месяцев специалист такой он за 6 месяцев где-то аварии чем поломал там а там зацепился тут колесо пробил на 23 тысячи евро и у нас как по закону то внимание тоже если ты разбил поломал зацепился не чая ну как трезвый был тогда это оплачивается со все фирмы у тебя зарплаты не удерживается из-за этого так получилось то что этот был потом еще там пару специалистов у нас тоже то что они мало ездили в неделю километров наматывали хоть ими работа была была но они вечно ныли то что там она не надо пораньше домой это это надо и они километр свой не делали и получалось то что прибыли никакой не не было одни минус один ну и шеф посчитал то что может быть у полгодика 8 месяцев он еще сможет тянуть фирму потом придется все равно закрывать потому что нет возможности дальше работать было бы такое принято решение нашу фирму он ставит как банкрот то что все денег ну как не получается дальше работать так за это нам пришло мне позвонил предупредил естественно когда он это решение принял конечно было это очень все печально и как гром среди ясного неба можно сказать мы так не считаем ну как не рассчитывали что это так получится водителя думали все таки он сможет поднять цену на перевозки чтобы мы прошлом больше получалось это вырулить этих этот маут оплату дорог это не получилось ничего я вам сказал то что все закрывает фирмы но я приехал в пятницу с рейсом я в среду это уже знал 5 приехал я с рейса и уже я как не успел принять в четверг у меня уже было несколько предложений насчет работы одно было предложение где я на холодильнике с подрядчиком ездил мне там сразу тоже работу предложили и предложил еще что где мы с подрядчиком в основном ездили я там не габарит ездил шубу потом самосвал одно время в шестнадцатом году не в семнадцатом году до в семнадцатом году это было и получилось то что я их там в принципе знаю этого шефа более-менее так в основном диспонентов диспетчеров я знаю там некоторые наши там ездили уже водители шеф договорился с ними то что нас примут туда на работу всяких проблем ценник конечно получилось так то что у меня фура раньше стояла мне почти 130 километров 140 километров надо было туда езжать на машину своей и моя курсовая стояла на легковой мне предложили тут хорошего считай на это на грубо говоря сейчас прикину евро на 300 у меня получается больше теперь зарплата в месяц и еще плюс тоже фура и каждый выходные дома потому что где на холодильнике предложили да там цена очень хорошая была по зарплате и все они классно было по зарплате но меня не устраивал что надо было каждый из вторую каждую вторую неделю каждый второй выходные ты только домой приезжал я согласился подписал я уже контракт уже подписан дома лежит уже то что я там начинаю работать там не шеф посоветовал меня и мне он посоветовал туда пойти работать потому что я думаю маленькую опять пойти фирму где-нибудь пять-десять машин но шеф меня предупредил то что не стоит туда идти в этом году прогнозы на такие маленькие фирмы очень плохие рано или поздно они в этом году закроются сейчас они начинают закрываться потому что это не только наша фирма как получилось потому что маленькие фирмы они массы не могут брать как больших более-менее большие и у кого прямые контракты у нас прямых контракт не не было своих поэтому ездить как субподрядчик и субподрядчик естественно все равно меньше цен не получаешь за километр чем ты если ездишь напрямую если у тебя например прямой контракт с какой-то фирмой когда у тебя 5-6 машин мне никто не даст такой контракт прямой большой хороший у меня сейчас вот две недели отпуска получается с начала февраля 18 мне на работу 13 14 я должен на новую фирму позвонить и с ними обсудить там когда мне машину забирать на чем я буду там ездить и в какой отделение я попадаю потому что там в основном меня решили все скорее меня на два отделения буду я работать весной летом и осенью я буду работать на ней габарите на спецперевозках летом по зимой я буду ездить на шубу вот они это шубон самый разгружающий прицеп я потом все засниму все покажу вот я сейчас на официальном контракте я еще на части 15 числа 16 числа у меня уже автоматом пугай контракт уже начинается из-за этого у меня дома я не сижу работа у меня есть может в ютубе там тоже ну не только в ютубе там некоторые подоклассники тоже писали спрашивали чё почему как это случилось меня не выгнали меня не уволили я сам не уволился я не хотел увольняться просто так получилось то что пришлось уходить насчет на машину где я пойду на фирму работы тоже есть только на дафа только дафа у них я буду опять на дафе ездить на большинство такое же кабина как у меня было сейчас со своего давая много конечно поснимал я себя у себя правда снастовую машину кофеварку снял со столом стол инвентор маленький ну и все вроде бы а ну еще сейчас мне вот я сейчас еду на свою старую фирму позвонил вчера шеф попросил помочь дилеру отогнать в дав больше забрать мне там подарок приготовит для меня можно сказать так мы с ним так расстались дружеских отношениях мы созваниваемся до сих пор моя жена то есть общается с боже мой это не так то что мы там спонсора засрались и все основанно нам нормально относился предупредил и работу нашел сразу тоже у нас не было проблем сейчас потому что проблемы все равно с работой тут нет в германии проблем водителям проблема у нас в другом у нас проблема найти путевую фирму чтобы найти это тоже не так легко там нормальная фирма я с этим начальством общался тоже из-за этого все нормально надеюсь все естественно надеешься на лучшее сейчас я отлет отгоню тафа в дилер и в принципе домой катился сегодня немножко потом засниму что естественно я буду когда забирать новую машину свою ну как новая для меня она новая но она все скорее не будет с нуля уже который там некоторых дав вроде бы заказали мы слыхали на фирме они еще не пришли смотреть что там как получится если там 90 тысяч дадут машину мне она пойдет не обязательно обязательно но нам пообещали то что нам путевую машину потому что шеф тоже наши предупредил его хозяина фирмы то что мы привыкли на хороших машинах ездить то что мы нормальные водители то что без косяков в принципе ездим сильно не выпендриваемся то что если надо работать мы работаем отдыхаем значит на отдыхаем у нас зарплаты такие сразу дали некоторые люди у него на фирме новой сейчас начинаю тоже некоторые люди там по несколько лет работать у них меньше зарплаты чем у нас которые мы пришли вот только буквально еще даже не пришли у нас нам уже лучше зарплату далее вот такие его дела ладно мне сейчас ехать надо еще осталось где-то 30 километров мне до деревни ты сильно подарили подарят так я надеюсь что я буду отвозить машину тоже за своими вот такие вот дела короче не переживайте с ютубом так же и будет потому что моя шефиня потому что наша шефа тоже сказала то что она говорит это что он перейдет сейчас на ту фирму тоже так же можешь снимать не переживай и тут так и останется сейчас будет немножко тоже много нового новая машина будет потом новые разгрузки и загрузки новые грузы там что-то новенькое будет интересное потом я начал еще так пару проектов у себя дома пока что это идет сейчас посмотрим что с машиной в мае месяц трак шоу и в октябре трак шоу два штуки в этом году и вот надо сейчас разбираться чего на чем мы поедем на эти трак шоу потому что мы уже предупредили нового шефа сразу трак шоу два штуки что у меня в отпуск еще в мае месяце сразу условия поставили то что на трак шоу надо ездить все такое такое потому что он раньше его на фирме никогда не ездил на трак шоу ну и вон и сын он там тоже работает в этой фирме он хочет чтобы фуры которые у них нормальные есть чтобы они ездили на трак шоу но если хорошие фуры хотят чтобы они ездили на трак шоу значит нам надо отдать эти хорошие фуры кто будет ездить туда ладно все я закругляюсь и пока что куда езжать до фирмы дальше поснимаем все это последняя поездка я на еду на своем дафе внутри машины отгоняем да дилеру все сейчас несколько трое едет сзади еще шеф едет потом еще один наш водитель какие его дела посидели кофе попили поболтали я сам первый еду потому что у меня мало солярки ну ничего додянем как нибудь немножко осталось а уже в последнем рейсе уже ничего не заправлял уже на пустом баке доехал и его дела сидели приятно пообщались а сейчас подвезем дав у нас заберут в машине потом будем дальше там кое-что мне надо запаковать забрать подогнал шеф такими его делам все работаем потихонечку тут последний пару километров осталось так мы подъезжаем к дафу осталось пару километров если честно еще хуже лучше бы я дома сидел бы на душе скребет последний все таки поездка на этом моем дафе я считаю на нем год отъездил на фирме отработал почти два года было бы обидно было бы не так обидно если бы шеф был козел но у меня был шеф очень хорошим и это намного тяжелее уходить когда было хорошее отношение было все хорошо на фирме отношение к водителю все на свете и намного труднее уходить из фирмы ну жизнь продолжается ничего не поделаешь до этого все равно я буду совсем шеф молчаться это никуда не денется тем более какие его дела так вот мы подъезжаем тут торговый центр здоровый я тут когда в ростоке в четверг вечером приезжал я тут часто ночевал возле этого центра на парковке тут стоять конечно тут и покушать есть и туалет есть в самом торговом центре шурму можно купить шурму можно купить и китайские рестораны макдональдсы кэфци до этого прикольно стоять было там осталось буквально тут метров 200 или 300 куда ехать с красным зеленым это был последний светофор вот приедем фуры отдадим все обратно в тессин сзади легковая едет у нас четверо получается то что трое на машинах шеф на машине на фуре потом один водитель и я и один на внедорожнике нашем на ферменном сейчас сразу сядем в машину легковую и поедем в этот в тессин я свою легковушку заберу вещи там кое-какие заберу причем мне шеф подогнал и все 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 забито как всегда а а блин о что же он стоит уже пригнали так наша паркуется уже вот эта вот эта двухсотая напротив меня это моя раньше была машина вот наша стоит одна вот там паркуется вот это свен и вон наш флях-ляхер низкий низкий сейчас я запаркуюсь и все вот это тоже наш внедорожник это вот так Продолжение следует...